О молитве. Слово первое. По двум причинам надлежит ублажать слуг Божий и удивляться им, потому что надежду на свое спасение они выразили святых молитвов, и потому что, сохранив на песне те гимны и образцы молитв, какие они с радостью и страхом возносили Богу, передали это свое сокровище и нам, для того чтобы быть в состоянии привлечь к своей собственной ревности и все потомство. Так и следует, чтобы характер учителей переходил на тех, кто входит с ними в сообщество, чтобы слушатели пророков являли себя подражателями их праведности, чтобы мы все время жили в молитвах и служении Богу и попечении о Нем, считая это именно жизнью, это здоровьем и богатством, это пределом благ, то есть возношение молитв к Богу, чистые и не испорченные душою. Как солнце – свет для тела, так молитва для души. Итак, если для слепого служит бедствием не видеть солнца, то сколь велико бедствие для христианина не молиться непрерывно и не вводить посредством молитвы в свою душу света Христова. Однако кто не изумился бы и не удивился человеколюбию Бога, какой он проявляет в отношении к нам, даруя людям столь великую честь, что удостоил и молитвы, и беседы своей. Во время молитвы мы воистину говорим с Богом, через нее вступаем в соединение и с ангелами, и весьма ясно удаляемся от общения с неразумными существами. Молитва и ангелов долг возвышает и их достоинства, хотя беседовать с Богом – нечто высшее по сравнению с достоинством ангелов. А что и в самом деле нечто высшее, об этом учат нас они сами, с великим страхом вознося свои молитвы, давая и нам знать и понимать, что приходящим к Богу надлежит делать это с радостью и страхом, со страхом, чтобы нам не оказаться недостойными молитвы, с радостью же вследствие обширности чести, вследствие того, что смертный род удостоен столь великого попечения, что непрерывно наслаждаемся даже божественной беседою, через посредство которой мы перестаем быть и смертными, и приходящими, по природе своей будучи смертными, а через общение с Богом восходя к бессмертной жизни. И необходимо, чтобы пользующийся общением с Богом сделался выше смерти и всякого тления. Подобно тому, как совершенно необходимо, чтобы наслаждающийся солнечным лучом избегал тьмы, точно так же совершенно необходимо, чтобы наслаждающийся божественным общением не был после этого смертным, потому что самая обширность чести переносит нас в бессмертие. В самом деле, если беседующим с царем и наслаждающимся идущей с его стороны честью невозможно быть бедными, то гораздо более невозможно иметь смертные души тем, кто воссылает моление Богу и беседует с Ним. Смерть души – нечестие и беззаконная жизнь. Следовательно, и жизнь души – служение Богу и приличные тому нравы. Нравы же святые и приличествующие служению Богу образуют и удивительным образом сберегают в наших душах молитвы. А держим ли кто страстной любовью к девству, или заботится о почитании целомудрия в браке, или господствовании над гневом и жизни в кротости, или о чистоте от зависти, или о совершении чего-либо иного из должного, всякий раз, как молитва служит для него проводником и предварительно выравнивает его жизненный путь, он будет иметь и удобную, или легкую дорогу к благочестию. И невозможно, невозможно, чтобы просящие от Бога целомудрия и справедливости, и кротости, и честности не получили согласно своей молитве. Простите, говорит Писание, и дастся вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает и ищущий находит, и стучащему отворят. И опять в другом месте, если из вас, говорит Писание, какой отец, чтобы просящему сыну дал камень, когда он просит хлеба, или рыбы, когда он попросит, вместо рыбы дал бы и змею. Если вы, будучи злыми, умеете добрые дела, да я не делаю детям, то кальми паче Отец Небесный даст вам Духа Святого, просящим у Него. Такими словами и такими надеждами Господь всячески призвал нас к молитве. Нам же надлежит, повинуясь Богу, все время жизни проводить в словословии и молитвах, более прилежно заботясь о служении Богу, нежели о своей душе, так как при таких условиях для нас была бы возможность всегда вести жизнь приличествующей людям. Кто не молится Богу и не желает непрестанно наслаждаться божественным общением, тот мертв и бездушен, и лишен мыслительной способности. И это самое – величайший признак нерассудительности. Именно не понимать обширности чести, и не любить страстно молитвы, и не считать смертью для души непоклонения Богу. Подобно тому, как это наше тело, если в нем нет души, мертво и зловонно, так и душа, не побуждающая себя к молитве, мертва и несчастна и зловонна. А что подлинно лишение молитвы надлежит считать более горьким, нежели всякая смерть, прекрасно научит нас Даниил, великий пророк, лучше предпочитавший умереть, чем быть лишенным молитвы в течение только трех дней. Даниила 6.10. Тот царь персидский не повелел ему совершить что-либо нечестивое, но только имел в виду, чтобы он помедлил в течение трех дней. Поистине без божественного мановения не могло бы войти в нашей душе никакое благо. Божие мановения помогает нам в трудах и прекрасно облегчает их. Если заметить, что мы любим молитву и непрестанно, неотступно просим Бога и ожидаем, что оттуда снизойдут все блага. Итак, когда я увижу, что кто-либо не любит молитвы и не имеет к ней горячей и ревностной любви, то мне уже ясно, что он и не владеет своей душой ничем благородным. Когда же увижу, что кто-либо ненасытно печется о служении Богу, и если не молится непрерывно, то причисляет это к величайшим бедствиям, тогда заключая, что таковой надежный подвижник всякой добродетели и храм Божий. Если одеяние мужа и походка ноги и смех объявляет то, что заключается в нем, Терахов 19.27, согласно словам мудрого, то гораздо более молитва и служение Богу есть знак всякой праведности, будучи некоторым духовным и божественным одеянием, проливая в наши мысли большую красоту и прелесть, управляя жизнью каждого, не позволяя ничему дурному и неуместному господствовать над умом, убеждая почитать Бога и уважать ту честь, какая от Него даруется нам, уча удалять от себя всякое ухищрение лукавого, изгоняя постыдные и неприличные размышления, приводя душу каждого в состояние презрения к удовольствию. Вот гордость, единственное приличествующее почитающим Христа, не быть рабом чего-либо постыдного, но блюсти душу в свободе и чистой жизни. Итак, что без молитвы совершенно невозможно свыкаться с добродетелью и с ней и ки по жизненному пути, я думаю, ясно всем. Да и как мог бы кто упражняться в добродетели, не приступая и не преподая непрестанно к вождю ее и подателю? Как мог бы кто пожелать быть целомудренным и справедливым, не беседуя с удовольствием с тем, кто требует от нас и этого, и большего, чем это? Я же хочу в кратких словах доказать, что даже если мы преисполнены грехов, а молитвы завладеют нами, то они скоро очищают. В самом деле, что могло быть славнее молитвы или божественнее, когда она оказывается некоторым противоядием для больных душою. Известно, что неневитяне являются первыми из числа тех, которые молитвой избавились от многих своих перед Богом грехов. Вместе с тем, как овладела ими молитва, она сделала их праведными и быстро исправила город, привыкший жить среди распутства и порочной и беззаконной жизнью, возымев большую силу, чем какую имела древняя привычка. Сделав этот город полным небесных законов, вместе с собою привлекая и целомудрие, и человеколюбие, и кротость, и попечения бедных, без этого она не выносит обитания в душе. Но тот ум, в который бы не селилась она, делает полную всякой справедливости, наставляя в добродетели и удаляя порог. И действительно, если бы тогда вошел в город Неневи и кто-либо из тех, которые прежде основательно были с ним знакомы, то он не узнал бы города, так он внезапно перешел в очень дурной и из дурной жизни в благочестие. Подобно тому, как женщину, да то ли бедную, носившую рубище, если бы кто-либо потом увидел украшенную золотыми одеждами, то не узнал бы. Так и тот, кто прежде знал этот город нищий, соцовавшим и лишенным духовных сокровищ, не узнал бы, что это за город, который такой степени сильной могла изменить молитвы и возбудить его нравы и образ жизни к добродетелю. И некоторая женщина, прожившая все время в распутстве и блузе, вместе с тем, как припала к ногам Христовым, получила и спасение. Лука 7,37. Итак, молитва не только очищает грехи, но прогоняет даже великие опасности. Старий пророк, дивный Давид, избежал большей части тяжких войн благодаря молитве, выставляя впереди своего войска одно только это оружие и доставляя своим воинам тихое и безбоязненное наслаждение победою. Прочие, конечно, цари свою надежду на спасение полагали в опытности полководцев и в их искусстве, также и в стрелках из лука и тяжело вооруженных воинах и всадниках, а великий Давид укреплял свое войско святыми молитвами. Не взирая на спесь военачальников и отряда начальников и предводителей конных сил, и не собирая имуществ и не приготовляя оружие, но с неба снося божественное всеоружие. Божественная молитва воистину небесное всеоружие, и одна только она может безопасно оберегать предавшихся Богу. Неприятельские взоры, храбрость противников и многое другое часто делают тщетными силы тяжело вооруженных воинов, и их знания, и опытность стрелков, и их изворотливость. А молитва – непобедимое оружие и надежное хранительное средство, одинаково отгоняющие одного воина, одинаковые многие мириады. Так и дивный Давид не изложил того Голиафа, наступавшего подобно какому-то страшному демону, не оружием и не мечами, но молитвами. В такой степени крепким оружием в сражениях является для царей молитва. Она крепкое же оружие и для нас против демонов. Так и царь Езекий одерживает победу в войне с перцами, не войска вооружив, но противопоставив множеству противников только одни молитвы. Таким образом, он избежал из смерти, подобающим благоговением, униженно умолив Бога, и одна только молитва восстановила царю здоровье. Исайя 38. И что молитва действительно легко очищает грешившую душу, научает нас мытарь, пожелавший получить от Бога отпущение грехов и получивший. Научает же и прокаженный, который вместе с тем, как униженно обратился к Богу с молитвой, тотчас и был очищен. Если же Бог быстро исцелил зараженные болезни тела, то Он гораздо скорее человеколюбиво уврачует заболевшую душу, потому что насколько душа более драгоценна, чем тело, настолько более естественно Богу обнаруживать в отношении к ней и больше попечения. Исиаки мог бы указать бесчисленное множество примеров, как древних, так и новых, если бы пожелал перечислить всех тех, которые были спасены через посредство молитвы. Но, быть может, кто-либо из более нерадивых и нежелающих ревностно и усердно молиться скажет, что Бог произнес следующие слова. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет царство небесное, но исполняющий волю Отца моего небесного. Если бы я думал, что одной-таки молитвы достаточно для нашего спасения, то, естественно, было бы всякому воспользоваться этими словами. А так как я утверждаю, что молитва – самое важное из благ, также основание и корень плодотворной жизни, то никто да не воспользуется теми словами для того, чтобы извинить свою беспечность. И подлинно ни целомудрие одно только без прочих добродетелей, ни попечения бедных, ни благотворительность, ни иной какой-либо подвиг не может спасать, но требуется, чтобы все вместе стеклось в наши души. Молитва же лежит под этим, как корень и основание. И подобно тому, как основание делается твердым и скрепляет корабль и жилище, точно та же и молитва твердо держит нашу жизнь в сохранности. Без нее же у нас не могло бы быть ничего ни хорошего, ни спасительного. Поэтому Павел настаивает, непрерывно увещевая нас и говоря, в молитве терпите, бодрствуйте в ней с благодарением. И в другом непрестанно молитесь, говорит он, за все благодарите, ибо такова воля Божия. 1 Фессоникицам 5.17. И опять в ином месте. Молитесь во всякое время духом. Ефесянам 6.18. Таким образом, вождь апостолов непрестанно призывает нас к молитве многими и божественными словами. Поэтому надлежит, чтобы наставляемые им мы проводили жизнь в молитве и ей непрестанно освежали свой ум, так как мы все люди. Нуждаемся в ней не меньше, чем деревьям в водах. Ни те не могут производить плодов, если не пьют воды через посредство корней. Ни мы не будем в состоянии изобиловать многоценными плодами благочестия, если не будем освежаемы молитвами. Вследствие этого именно должно, и вставая с ложа, всегда предупреждать солнцу служением Богу, тоже и касаясь трапезы, и намереваясь спать. Лучше же сказать, в каждый час вознося Богу одну только молитву, проводя в ней весь день в зимнее же время, употребляя на молитву даже большую часть ночи, изгибая колено с большим страхом, устремляя свои мысли на молитвы, считая себя счастливыми из-за служения Богу. Скажи мне, как ты будешь смотреть на солнце, не поклонившись тому, кто посылает твоим глазам плачайший свет? Как ты будешь наслаждаться трапезой, не поклонившись подателю и источнику столь великих благ? Какой надеждой ты будешь достигать времени ночи? С какими сонными мечтаниями ты надеешься встретиться, не оградив себя молитвами, но отойдя ко сну без предохранительных средств? Ты будешь для лукавейших демонов презренным и весьма удобным для уловления. Они непрестанно ходят вокруг, высматривая нас, кого бы не укрепленного молитвой они могли бы быстро захватить в плен, если они заметят, что мы ограждены молитвами. Вот тотчас поспешно убегает, как разбойники и злодеи, видящие меч, висящий у головы воина. Если же действительно случится, что кто-либо не укреплен молитвою, то этот внезапно схваченно носится демонами и ввергается в грехи несчастья и бедствия. Боясь всего этого, мы должны всегда укреплять самих себя молитвами и словословием, чтобы Богу, милосердившись над всеми, сделал достойными небесного царствия через единородного Сына Своего, которому слава и держава во веки веков. Аминь.